Армения причислена к ряду стран, зафиксировавших наибольший прогресс в плане демократии. Британский исследовательский центр Teconomist Intelligence Unit, проанализировав демократические процессы, произошедшие в мире в прошлом году, причислил Армению к ряду стран, зафиксировавших наибольший прогресс. Авторитетный центр отметил, что после мирной смены власти в 2018 году Армения сразу на 8 пунктов улучшила свои позиции и сейчас среди 167 стран занимает 103 место. Данную оценку уровня демократии эксперты дают, учитывая пять основных критериев, справедливый избирательный процесс, плюрализм, политическая культура, эффективность управления и активность общества в политических процессах. Во всех этих сферах Армения в прошлом году значительно улучшила свои позиции, при этом темпы прогресса были самыми высокими среди гибридных государств Восточной Европы, отмечает Teconomist Intelligence Unit. Прошлогодний прогресс, кстати, стал беспрецедентным и самым большим для Армении с 2006 года, когда стало проводиться данное исследование. В частности, по 10-бальной системе в прошлом году Армения получила 4,79 баллов, почти на один балл больше, чем имела в предыдущем году, в том случае, когда на протяжении многих лет страна либо топталась на месте, либо переживала регресс. Бархатная революция, начавшаяся против попытки экс-президента Армении Сержа Сарксяна остаться у власти, заняв пост премьер-министра, привела к назначению на пост премьер-министра Никола Пашиняна, отмечает авторитетный британский аналитический центр, добавляя, Блок Пашиняна одержал убедительную победу на муниципальных выборах в Ереване и получил подавляющее большинство голосов на парламентских выборах. Эти события, а также антикоррупционная кампания Пашиняна улучшили показатели Армении в сферах подотчетности и прозрачности правительства. В результате этих изменений также значительно повысилось доверие граждан Армении к правительству и политическим партиям. Приведенные в исследовании цифры показывают, что самый большой прогресс был зафиксирован в сфере эффективной работы правительства. Здесь Армения после революции 2018 года получила почти в два раза более высокую оценку, чем в прошлом году. Ранее, в конце прошлого года, британский тегиканомист признал Армению страной года. Ставленник Путина был смещен без единой жертвы. У этой древней, и зачастую имевшей плохих руководителей страны, расположенной в неспокойном регионе, сейчас появился шанс на демократию и модернизацию, отметило авторитетное издание. В отличие от Армении, соседняя Грузия в прошлом году зафиксировала значительный регресс в плане демократии, причем темпы регресса были самыми высокими в Восточной Европе. Британские эксперты отмечают, что в мае бывший премьер-министра страны, миллиардер Бедзина Иванишвили, вернулся в большую политику, и хотя он не занял какую-либо должность, но из-за кулис направляет политику правительства. Азербайджан не зафиксировал никаких изменений, вместе с Белоруссией, Таджикистаном и Туркменистаном, оставаясь в числе авторитарных стран. В целом в индексе демократии лидерами являются Норвегия, Исландия, Швеция, аутсайдерами – Северная Корея, Сирия и Демократическая Республика Конго. Продолжение следует...